Добрый вечер, РФТОВ! Сегодня мы с вами воспользуемся моим общесемитским корневым словарем и поговорим о корне ПЕХЭДДАЛЕТ. Смысловое значение этого корня – страх запугивания. Давайте посмотрим слова с этим корнем. Начнем со слова ПОХЭД. ПОХЭД – боится. И мы обратим внимание, что этот глагол предполагает использование основного предлога МИ или МЭ. Например, ГУ ПОХЭД МИ КЛАВИМ. Он боится собак. ПОХЭД. Слово МАФХИД – это глагол ИФИЛЬ. ПОХЭД у нас ПААЛЬ. МАФХИД ИФИЛЬ. Я вам напоминаю, что ИФИЛЬ по отношению к группе ПААЛЬ – это то, что я называю глагол побудительного действия. Делает так, чтобы получился смысл корня. В данном случае делает так, чтобы получился страх запугивания. Что нужно сделать, чтобы получился страх? Нужно ПУГАТЬ. СТРАШИТЬ. МАФХИД – это в том числе и страшный. Например, ГУ МАФХИД ОТИ. Он страшит меня. Он ПУГАЕТ МЕНЯ. МАФХИД. Отсюда слово АФХАДА – существительное действие. ЗАПУГИВАНИЕ. Слово МЕФАХЭД – это ПИЭЛЬ. По идее, оно тоже должно означать что-то подобное. Подобное слову МАФХИД. Но слово МЕФАХЭД означает БОИТЬСЯ. То же самое, что ПОХЭД. Я рекомендую вам посмотреть материал, чтобы я сейчас не тратил время. Ссылка находится под этим видео. Материал номер 584, где я рассказываю об этих глаголах ПОХЭД и МЕФАХЭД. Слово ПАХАД – ПАХАД – мы переведем как СТРАХ или БОЯЗНЬ. ПАХАД. Давайте посмотрим еще однокоренные слова. ПАХДАН – у нас здесь прибавилась буква НУН. И получилось существительное определяющее качество человека. Ссылка тоже будет под видео на такие существительные. ПАХДАН – это ТРУС. Если мы прибавим к слову ПАХДАН окончание УТ, то мы получили слово ПАХДАНУТ – ТРУСОСТЬ. Слово ПАХДАНИ – это современный иврит. Раньше такого слова не было. ПАХДАНИ – мы переведем как ТРУСЛИВЫЙ. Я надеюсь, что это было несложно, полезно и, самое главное, не страшно. С вами был Марк Харах. Спасибо за внимание. Лейтраут. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова